Так, вот у нас йогурты. Пастеризованный йогурт при изготовлении проходит тепловую обработку. После этого в нем не остается живых бактерий, необходимых для желудка. Такие йогурты имеют долгий срок хранения, но при этом абсолютно бесполезны. Фруктовый, фруктовый, отлично, на завтрак. Поднять себе настроение. Избегайте фруктовых йогуртов. В них рекордное количество стабилизаторов, подсластителей, эмульгаторов, которые предохраняют продукт от брожения и продлевают срок годности. Настоящий йогурт в своем составе имеет только два ингредиента – молоко и живые молочно-кислые бактерии. Это может быть для Вовы. Ну, хотя он не любит йогурт. Ну, вдруг. Термостатный йогурт сквашивают при температуре 43 градуса. Это классический вариант производства. Он позволяет сохранить все полезные свойства. Да, еще у нас бывают непредвиденные выезды, поэтому нужно обязательно пить и вывезать в дорогу. Био-йогурты имеют лечебный эффект. В их состав входят микроорганизмы и полезные бактерии, которые необходимы для желудка и кишечника. Но будьте внимательны – срок хранения живого йогурта значительно короче, чем пастеризованного. Редактор субтитров А.Семкин